Бешумный карабин «Делайл» команда «Карбайн» – оригинальное оружие для первого британского спецназа. Бешумный карабин является первым серийно выпускавшимся образцом стрелкового оружия с многокамерным интегрированным глушителем. Вильям Гадфри «Делайл» – англичанин южноафриканского происхождения, начал интересоваться глушителями звука выстрела еще в школьные годы – в 1920-х. В 16 лет Вильям собрал несколько глушителей для малокалиберных винтовок, с которыми его одноклассники охотились на зайцев. Во время работы на Британское Министерство авиационной промышленности в 1942 году спроектировал и самостоятельно собрал самозарядный 5,6-мм карабин с интегрированным глушителем, основанный на конструкции карабина Фээнн Браунин, 22-семи-автоматик. Карабин заинтересовал майора Малькольма Кэмпбеллой из Объединенного оперативного штаба, который предложил его для тестов, прошедших впоследствии успешно. По окончании этих испытаний Кэмпбелл попросил «Делайл» разработать бесшумный карабин под пистолетный патрон 9х19 для подразделений британских командосов. При этом сам Делизл высказал предложение сделать такой карабин под американский пистолетный патрон 45ACP, который обладал высокого останавливающего действия пули с ее дозвуковой начальной скоростью. Уильямс проектировал и лично собрал прототип этого оружия с широким применением деталей винтовки Ли Энфилдсмлэ номер 1. Когда были завершены испытания данного прототипа, майор Кэмпбелл сделал заказ заводу Форд Деганхэм в Лондоне на пробную партию бесшумных карабинов, получивших наименование «Делайл Команда Карбайн». Эту партию из 17 карабинов на заводе Форд собрали под личным контролем конструктора. Несколько штук успешно прошли формальные испытания. Остальные карабины поступили в британские подразделения специального назначения. Карабин представлял собой в то время весьма эффективное оружие для проведения спецопераций в тылу противника. Разработанный Уильямом Делизлом глушитель обеспечивал стрельбу без дульной вспышки. При этом звук выстрела трудно различался даже при тихой погоде на дистанции 45 метров, в то время как эффективная дальность стрельбы из карабина составляла 200 ярдов. По окончании тестов партия карабинов в количестве 500 экземпляров была заказана заводу Stirling Engineering летом 1944 года. В этот заказ входили 50 карабинов со складным прикладом, которые предназначались для парашютно-десантных подразделений британского спецназа. Но в итоге на заводе Stirling изготовили лишь около 130 бесшумных карабинов. Из них два карабина со складным прикладом. Когда война закончилась, выпуск карабинов Делайл Команда Карбайн был прекращен из-за того, что в это время в Англии переключились на работы по оснащению глушителями штатных образцов стрелкового оружия, что считалось более перспективным. Карабины Делайл Команда отлично зарекомендовали себя во время Второй мировой войны в ходе боевого применения бойцами британских подразделений специального назначения на Тихоокеанском театре военных действий. Несколько Делайл были отправлены на Дальний Восток и использованы в Бирме. Карабины также использовались во время Корейской войны 1950-1953 годов и во время войны в Малоё 1948-1960 годов, а также это оружие применялось бойцами специальной авиационной службы во время конфликта в Северной Ирландии. Технически бесшумный карабин Делайл Команда Карбайн является короткой магазинной винтовкой с продольно скользящим поворотным затвором и интегрированным глушителем звука выстрела. Базой этого оружия служит затворная группа и ствольная коробка винтовки Лиенфильдс Мле номер один. Для производства брались либо списанные, либо бракованные винтовки, изготовленные на различных заводах. Переделка осуществлялась путем снятия с винтовки донора ствола и цевья. Затем, благодаря заднему расположению боевых упоров, было возможно укоротить затвор, а затем на нем делалось новое зеркало для гильзы патрона 45 ACP. Для этого патрона ставили отражатели новой формы. Далее устанавливали новый ствол, ворачивая его в ствольную коробку, который в свою очередь переделывался из ствола пистолета пулемета Томпсона Калибра 45 ACP. В передней части ствола были выполнены несколько рядов отверстий, через которые во время выстрела отводилась часть пороховых газов в заднюю расширительную камеру интегрального глушителя, чем сбрасывалось давление. Для использования в оружии магазинов пистолета Colt M1911A1 устанавливали новый приемник магазина, изготавливавшийся из листовой стали. У ранних опытных карабинов производства завода Ford этот приемник был небольшой по высоте, в то время как приемник серийных карабинов завода Stirling имел большую высоту, на всю длину магазина. Кроме штатных коробчатых магазинов пистолета M1911A1, имевших емкость 7 патронов, для карабинов Delisle команда Carbine разработали магазины с увеличенной до 11 патронов емкостью. Не подвергались изменениям предохранитель и ударно-спусковой механизм оригинальной винтовки. В парашютно-десантном варианте карабин оснащался складным вниз-вперед металлическим прикладом и пистолетной рукояткой управления огнем. Для приближения линию прицеливания к оси канала ствола глушитель имел эксцентричное расположение относительно ствола. Корпус глушителя у опытных карабинов изготавливался из стали. У серийных карабинов корпус глушителя делался из алюминиевого сплава. В передней части глушителя имелись спиральные сепараторы. Серийные карабины Delisle команда Carbine оснащались прицельными приспособлениями, состоявшими из мушки на корпусе глушителя и регулируемого целика от пистолета пулемета Ланчестер. Целик был перемаркирован для стрельбы на дистанции от 50 до 200 ярдов с шагом 50 ярдов. Приклад с полупистолетной шейкой не имел каких-либо изменений. Внизу тыльной части глушителя крепилось деревянное цевьё. После окончания производства для британского спецназа, карабины Delisle Commander Carbine в Англии и США стали выпускаться для гражданского рынка оружия и выпускаются даже в настоящее время. К примеру, одним из производителей копий карабина является компания Valkyrie Arms. Технические характеристики карабина Delisle Carbine. Калибр 45 ACP. Длина оружия 894 мм. Длина ствола 210 мм. Масса без патронов 3,7 кг. Емкость магазина 7 или 11 патронов. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.